Салют, люди, на связи Вичикой. Сегодня я буду снимать, так сказать, курс по болгарскому. То есть, сейчас я живу, как вы знаете, в Болгарии. И я, ну, так себе знаю язык, но тем, кто только сюда приехал, может быть, и понадобится курс моего. Да, офигенный курсик. Ну и что ж, погнали. Сейчас мы будем говорить о цветах на болгарском. То есть, например, белый, это у нас будет, вот, белый, это у нас, как ни странно, это бял. Ой, бял. Вот. Вот так вот будет на болгарском, то есть, вот это, вот это, это болгарский, вот. Это русский, логично. Итак, дальше. Как же будет, например, вот, зеленый. Да. Да. Зеленый. Ой, зеленый. Ой, простите. Это будет зеленый. Вот так вот будет, это на болгарском. И, ну, я это, кстати, даже быстро выучила, потому что для меня это, ну, типа, не слишком сложно. Итак, красный, это у нас будет червен. Но это не червен, как на украинском, или, ну, вроде на украинском это тоже червен, червен, но тут ударение на червен. То есть, на, вроде тут ударение, да? Ну, короче, червен, червен. То есть, не червен, а червен. Вроде ударение на вот это вот Э. Секундочку. Итак, я взяла свою вот такую вот тетрадку по болгарскому, так как я почему-то забыла. Ну, сейчас, да, как называют цвета, и вроде у меня тут даже нету. Блин. Походу, надо будет опять отойти, потому что у меня, походу, здесь нету про цвета. Да. Окей, тогда сейчас, секундочку. Итак, все, я вернулась, и сегодня у нас вообще не только про цвета, кстати, да. А, итак, сейчас посмотрим, как же будет на болгарском цвета. И что ж, синий это у нас будет, сейчас, синий, ой, простите, секундочку, тетрадку положу, все. Синий, удавлено, синий это у нас будет син. То есть сейчас я рассказываю про цвета только в среднем роде, они есть и в мужском, и в женском, как и в русском, украинском языке. Но, рассказываю сейчас только про среднее, ну, то есть, например, красное, там, сейчас, красная футболка, то есть это будет червен теннис, или теннис. Так, мы когда мы выйдем, итак, черный, это сейчас, черный, черный, это у нас будет черен, вот так вот это будет на болгарском. Но, опять же, говорю, что вот тут вот у нас болгарский, вот тут вот у нас русский. Вот, дальше, желтый сейчас, желтый, это у нас будет желтый, то есть у них тут есть твердые знаки. И сейчас я вам расскажу вообще, как их произносить, то есть, итак, мы не просто там же твердый знак, лт, это у них как отдельная буква, то есть в русском языке она почти не используется. Вот, а тут оно очень сильно используется, то есть твердый знак у них очень часто попадается в словах. Итак, сейчас, твердый знак у них это, то есть, читается как «н», то есть, ну, типа, типа вот это, типа вот это, то есть, я не знаю, как это объяснить, но он выговаривается вот так вот «н», то есть, «жут», 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 ну, вот так вот «жут», «жут», «пон», итак, дальше, «серый», «серый», это у нас будет «сив», 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 то есть вот, болгарский «сив», «сив». Итак, как же будет сейчас, вот, а, да, то есть, точно, вспомнила, коричневый, коричневый, делый, это у них будет кофяру, вот, кто любит кофе, это теперь ваш апа, ой, то есть, самый крутой цвет для вас, да. Сейчас, ещё тут, ага, фиолетовый это у нас будет, сейчас, фиолетовый это будет или же, то есть, фиолетовый «ф» мы заменяем на «виолетовый», ой, «ви». Или, нет, ладно, фиолетовый это вроде, да, не вроде, фиолетовый это лилав, лилав, вот. Так, по цветам уже прошлись, и сейчас будем, а, секунду найду. Например, вот, «палово», «палово» это, то есть, как «балово», то есть, если мы напишем «палово» на «дт», ой, «дт», «т», «т», это у них будет как «балово» участок «падений Ф» ребёнок, ну, то есть, да, ребёнок, «паловый дт», это «балово» на «ребёнок». дальше дальше например будет муж будет это у них то есть вот через твердый знак мы но твердый знак а дальше например мама мама это у них будет или майка вот майка или же просто мама так что самым да можно и так и так говорить лимон у них то же самое лимон лимон ученик ученик это у них то есть ученик это будет тоже ученик но но у них богат а в То есть на болгарском языке девочка, которая учится, то есть не ученика, а, блин, ну, школьница, ну, вы поняли. Это у них будет ученичка. Ученичка. Вот. Так вот будет. Дальше. Вилка. Да, вилка. Вилка, то есть тем, что мы кушаем. Это будет вилица. Вилица. Я вообще вилица, да. Так. Зайк. Заяц. Ой, да, блин. Заяц. Это у них будет заек. Заек. Например, вот. Бырза. Бырза? А, Бырза. Бырза. Сейчас. Бырза, заек. Вот так вот. Это, то есть будет быстрый, быстрый заяц. Вот. Быстрый заяц. Ну, или уже белый заяц. Это будет белый заяц. Так. Малка. Малка это у них, то есть, как маленькая. Или маленькая. То есть, например, сейчас маленькая. Вот так вот. Это у них будет как, ну, маленькая-маленькая. Например, вот, малкая-жаба. Малкая-жаба это маленькая жаба. Жаба. Дальше. Пурков. Пурков это, то есть, пушистый. Пурков. Пушистый. Дальше. О, не дальше, а вот, например, пурков. Пурков. Зайк. Вот. Зайк. Вот так вот. Машина. Машина это у них будет... Ой, машина. Сейчас, секунду. Машина это у них будет... Кола. Кола. То есть, машина это Кола. Там... Не знаю, например, вот... Чисто... Кола. Кола. То есть, чистая... Чистая машина. Вот. Дальше. Силен. Мышь. Это будет сильный муж. Сильный муж. В следующем видео, кстати, будет практика. Да. Тут я вас обучаюсь через болгарскому языку. В следующем будет практика по этому уроку. Дальше. Например, трудолюбивый. То есть, трудолюбивый. Это у них будет трудолюбивый. Трудолюбив. Например, трудолюбив. Мышь. То есть, трудолюбивый. Трудолюбивый. Мышь. Вот. То есть, пока что наш урок. Дальше. Красивый. Красивая. Красивая. Это будет... Красиво. Красиво. То есть, без я. Просто без я. Например. Красиво. Варна. Это будет красивая... Красивая варна. Дальше. Нож. Ночь. Это будет у них... Ночь. Да. Ночь. Ой. Что? Ночь. Ночь у них будет... Это... Нож. То есть, у них... Щ. Щ. У них это произносится как... Ши-ты. Вот. То есть, ноши-ты. Нож-т. Нож-т. Дальше. Красиво. Там... А, да. Сейчас я буду показывать... То есть, только слова. Облак, например. Вот. Облак. Это облако. Облако. Или облако. Облако, наверное. Да. Облако. То есть, один. Пыт. Пыт. Это дорога. Пыт. Дорога. Это дорога. Дальше. Яблоко. 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 Это будет яблоко. Груша. Это будет... Круша. Круша. То есть... Вместо Г мы добавляем К. То есть, круша. Вот. Дальше. Копело. Копело. Это у них велосипед. Вот. Копело. Это у них велосипед. Дальше. Секунду. Всё. Дальше. Дерево. Дерево. Это у них... Дыру. Дыру. Так, секунду. Дальше. А, даже... Что бы такое сказать? Сладко? Сладко. Это будет сладкое. Пепе. Вкусно. Нет, не вкусно, а вкусно. Или вкусно. Вкусно. Вроде это вкусно. Да, вкусно я. Да. Потом червено. Мы уже знаем, что это. Гулян. Гулян это большое. То есть, например, гулян, брат. Или же... Ой. Что там было? Блин. А, вкусно. Вкусно. Сладко. Сладко я. Гулян. Сейчас. Гулян большой. Большой. Например, вот гулян брат. Гулян брат это старший брат. Например, вот, сейчас еще скажу. Я, это будет аз. Но тут есть, как в английском, то есть, э, э, ну, то есть, вот, как в английском, как в английском, э, то есть, э, или же, э, вот, как в английском, тут есть добавление. И когда вы говорите про себя, то есть, э, я, там, э, я силен, нет, сейчас, э, я, там, я мама, вот, я мама, например, да. Мы добавляем не просто, мы, то есть, говорим не просто аз, майка или мама, мы добавляем ас-сын, 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 вот, ас-сын, майка или же мама, вот. Дальше, э, шов вам сказать, так, э, сочная, 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 это будет сочно. Просто, а, нет, сочина, 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 например, круша, сочина, сочина круша. То есть, сочная груша, сочная, сочная груша. Ну что ж, ребята, я думаю, на этом нужно закончить наш первый урок. И, да, это не последний урок, логично. Скоро появится практика по этому уроку, вот, то есть, всё, вот это вот, почти всё, наверное, будет в следующем видео. И что ж, ребята, всем тогда пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте много-много лайков и всем пока-пока!